Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы настроились на программу «Прямой эфир» на телеканале ТНД «Поиск». Сегодня ее проведу я, Валентина Мордовина. И тема нашей сегодняшней программы понятна. Сегодня мы говорим о победителях, победителей премии «Наша Подмосковья». 19 ноября в Вегас-Сити-Холл огласили списки лауреатов. Денежные премии отметили тысячу человек, в списке 15 клинчан. Об этом чуть позже. С некоторыми из них мы поговорим сегодня в студии. Но пока давайте посмотрим репортаж с награждения. В Вегас-Сити-Холле «Аншлаг» гости со всей области. Самые активные и самые неравнодушные. Именно так говорят пралауреатов премии «Наша Подмосковья». Первые слова благодарности общественников лично от учредителей уникального проекта гражданских инициатив губернатора Андрея Воробьева. Вы делаете добрые, важные дела, дарите внимание и заботу не потому, что существует премия, а потому, что этому велит ваше сердце и ваше состояние души. И мне очень приятно, что премия стала традиционной. Мне очень приятно, что, несмотря на годы, количество участников не уменьшается. 23 тысячи проектов и всего тысячи победителей в четырех номинациях. Творчество и духовное наследие, прорыв, волонтерство и благотворительность и экология. Каждый из тысячи победителей получил денежный приз. Жюри оценивало проекты по семи критериям, среди которых практическое применение и уникальность. Сами лауреаты считают, премия «Наша Подмосковья» – это отличный способ заявить о своих добрых делах и поделиться опытом. Мой эфир. Мы выбрали подвижный формат телемарафона. Гости сегодня будут меняться. И наша главная задача – это поздравить как можно больше победителей. Но в начале, конечно же, у нас в студии – это Павел Плюснин. Привет, Павел. Привет. Павел, я так понимаю, ты бессменный координатор премии «Наша Подмосковья». Ну, уже на протяжении, если мне память не изменяет, порядка пяти лет. Паш, расскажи, пожалуйста, вот за последние несколько лет, за шесть лет, как изменилась тематика проектов, каких все-таки сейчас у нас стало больше – тематических, экологических или творческих? Сложно сказать, потому что от года в год эта цифра достаточно существенно меняется. Соответственно, у нас иногда становится больше проектов, направленных на работу с молодежью. В какой-то год, соответственно, подчеркиваются те проекты, которые направлены на самореализацию, на творчество. И, в общем-то, сложно прям провести какую-то открытую динамику. Но чем хороша премия? Она является абсолютно открытой, и каждый человек не только в этом году, но может посмотреть архив и посмотреть, какие были номинации, какие номинации были наиболее активны, и проследить ту линию, в общем-то, основных направлений, которые Московская область, в частности, организаторы премии, поддерживают из года в год. Паш, ну вот премия уже 6 лет. Скажи, пожалуйста, вот если, как ты сказал, динамику провести, между первым годом и 2019-м меньше или больше стало участников? Премия каждый год практически претерпевает какие-то изменения. И вот в прошлом году, например, необходимо было не только зарегистрировать проект на себя, причем один проект, да, так же, как и в этом году, но и обязательно было зарегистрировать свою инициативную группу. И, конечно же, когда все участники проектов стали показывать свою команду, с кем они вместе делают эти проекты, количество участников, людей, которые зарегистрированы на сайте, резко возросло. Их стало очень много, и это было позитивно, потому что мы могли видеть не только того человека, кто представляет, собственно, этот проект, но и его команду, тех людей, кто реализует его, на самом деле, практически в ежедневном режиме. Ну, вот можно сказать так. Уважаемые телезрители, ну, поскольку мы работаем в формате прямого эфира, вы можете позвонить к нам в редакцию по телефону 588-70, либо 24388 и задать свой вопрос. Поскольку у нас сегодня в гостях Павел, может быть, вы задумали уже какой-то свой проект, у вас есть какие-то вопросы, вы можете сейчас позвонить, воспользоваться случаем и задать этот вопрос. Паш, ну, прежде чем победить, нужно же, конечно, еще и защититься, да, это обязательная процедура. Ты непосредственно в этом участвуешь. Можно ли как-то на этапе защиты, вот сказать, вот этот проект, ну, наверное, скорее всего, будет победителем? Или как-то вот непредсказуем выбор членов комиссии? Вы знаете, дело все в том, что решение принимает коллегиальный орган, а коллегиальный орган — это всегда много людей и много мнений. Поэтому одному этот проект может показаться очень интересным, ярким, достойным, другому может показаться проект другой. И, соответственно, как говорится, спорь рождается истинно, и когда комиссия отсматривает эти проекты, они выбирают именно тех, кого комиссионно посчитали интересным. Поэтому, конечно же, когда мы проводим презентации проектов, мы смотрим и замечаем, говорим, вот, действительно, интересный, яркий, эмоциональный проект, и он может претендовать на победу. Но в конечном счете это может быть как так, так и не так, в общем-то. Это сложно предсказать, потому что, повторюсь, принимает решение не один человек, а целая комиссия. Паш, ну, ты сам сказал, да, что премия, она претерпевает какие-то изменения, да, вот в том году нужно было регистрировать участников, да, там дополнительных. Сейчас этого нету. А есть ли какие-то вот варианты на будущее? Какие вообще перспективы у премии? У премии есть уже масса традиций. Семь лет — это все-таки достаточно существенный срок. Я вам скажу, что одна из традиций премии — это как только происходит процедура награждения победителей, в общем-то, креативные умы садятся и начинают думать, а как сделать премию еще лучше в следующем году. Поэтому об этом мы узнаем, я думаю, что в марте следующего года. Какие будут новшества, изменения, не могут как быть. Может быть, если этот формат наиболее, скажем так, понравился жителям региона, они могут и оставить, в общем-то, то, как есть. Но, я повторюсь, об этом мы узнаем в следующем году. Но одно остается неизменным — это максимальная простота подачи проекта. Достаточно всего лишь полчаса человеку, который минимально владеет компьютером, для того, чтобы подать ваш проект на соискание премии, после чего пройти процедуру предварительной защиты, собственно говоря, презентации проекта, и ожидать, в общем-то, своей победы дня, когда будут опубликованы все списки. Павел, спасибо тебе, что ты сегодня нашел время прийти к нам в студию. Уважаемые телезрители, сегодня прекрасный день, чтобы задуматься об участии в премии в следующем году. Пробуйте себя, подавайте свои заявки. И сейчас уже хочу перейти к победителям. Одним из победителей стал Вячеслав Хмельнов. Это руководитель ассоциации «Лига равных». Он представил, успешно защитил и победил проекта «Правовая школа помощи инвалидам». Нашему корреспонденту удалось взять у него интервью в день объявления победителей. Я прошу нашу техническую группу показать это интервью. Это называется «Школа правовой грамотности инвалидов». Связанная, естественно, с моей основной профессией. Подобной деятельностью я занимаюсь лет 7, наверное, точно. Я, когда начинал заниматься, не думал, что это будет проект. Но, тем не менее, в рамках премии это воплотилось именно в проект. Очень приятно, что конкурс на комиссии мой проект отмечен. Я, как бы, еще в очередной раз это подтверждает, что мой труд не напрасен, он нужен людям. И поэтому в этой премии в этом году я отмечен. Я так думаю. Сейчас когда леничная премия будет, куда ее направишь? Ну, в принципе, целенаправленно не планировал. Затраты на организацию самой деятельности, связанную с проектом, они, конечно, есть. Но они такие текущие. Я их, прежде всего, несу, что называется, из своего кармана. Ну, то есть на текущие расходы, скажем так. А эта премия поможет мне реализовывать в дальнейшем свою деятельность. Прежде всего, вот, на дальнейшую деятельность. Ну, траты, связанные с организационными расходами, с, там, оргтехникой, еще с чем. Проект связан, прежде всего, с моей общественной деятельностью. Деятельностью общественным более 15 лет занимаюсь. Конкретно вот подобного рода деятельность, вот как 7-8 лет назад, то есть потребность появилась, как бы, консультант, начиналось все сразу с консультаций, а потом это все выросло в лекции. Сейчас вот как развитие, я думаю, вебинара, то есть форму вебинаров подключить. Я не знаю, это для меня новый вид деятельности. Никогда сам не участвовал ни в качестве консультанта, ни в качестве участника. Но надо попробовать. И я думаю, что это место быть как развитие. Смотрите, примите наши поздравления с Победой, обязательно продолжайте свой путь. Ну что ж, а я с удовольствием представляю наших гостей, победителей премии. Это Павел Пустырев и Анастасия Кожемякина. Добрый вечер. Здравствуйте. Павел, ну, с вашего позволения начну с вас. Первый вопрос к вам. Вы победили с проектом, который называется «Солдаты Победы». Буквально недавно, неделю назад, на Зубовском повороте было перезахоронено практически 160 бойцов. 159. 159, да. А за последние 4 года было перезахоронено 500 бойцов. Это очень серьезная работа и важная работа. У меня такой вопрос. А как вы вообще стали заниматься вот такой поисковой деятельностью? Когда все началось? Краеведением я начал заниматься еще в школе. Был краеведческий кружок при музее, потом ИСТФАК. Ну и тема Великой Отечественной войны у меня была как бы близка и интересна с детства. И участвуя в поисковых работах в других регионах, в том числе в Тверской области, мы к 2000 году выяснили, что в Клину своего поискового объединения нет. И сложилась группа единомышленников. Был организован поисковый отряд, который к 2002 году стал уже общественной организацией поисковый отряд «Подвиг». Да, был пройден. Павел, а как вот эти единомышленники к вам присоединяются? В августе, по-моему, месяце была вахта памяти, и приехали помогать школьники из Свердловской области. Вот с кем вы еще контактируете? Ну, во-первых, о единомышленниках. Основной состав наш, конечно, это люди нашего Клинского района. Как присоединяются? Присоединяются в основном школьники после наших мероприятий. То есть интересно, да? Мы видели, ребята наши, как бы, беседы, выставки, выступления, мероприятия, побывали на захоронениях. Что-то у человека, как бы, так сказать, привлекло его, приходят к нам. Кто-то ненадолго, кто-то остается. Поисковая работа, работа специфическая. Но за много лет, а нашей организации в следующем году будет 20 лет. Все-таки сформировался коллектив нескольких поисковых отрядов группы военно-исторической реконструкции. Павел, а есть уже какие-то идеи, мысли, на что вы планируете потратить премиальные средства? Да, у нас есть уже очередной, скажем так, проект. Очередной, да? Очередной проект, который находится уже в стадии реализации, мы надеемся. Может, поделитесь, да, что это за проект? Нет, это будет секретом пока. А тоже связано с такой же тематикой? Да, 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 это связано с военно-исторической тематикой, с военно-исторической реконструкцией. Павел, а вот на Зубовском повороте там идут раскопки, да, правильно так сказать, ведут летом. И мы с вами, вы говорили мне однажды, что там даже неизвестно, сколько вообще солдат лежит в той земле. Когда следующая экспедиция? И там же, да, на Зубовском повороте? На Зубовском повороте мы уже много лет, около 15 лет проводим вахту памяти на местах боев уральских дивизий. Дело в том, что именно на территории нашего района, в составе 30-й армии, вводились в бой впервые многие уральские дивизии военного формирования. О них информации было очень немного, они несли потери, начиная поднимать их разысковые родственников. Мы как бы наработали большие связи с поисковиками Урала, отсюда этой связи и в конце концов стало так, что ребята с Урала, сначала студенты, теперь школьники, стали приезжать к нам на нашу вахту памяти, чтобы вместе с нами поднимать своих земляков. Павел, ну а вот были ли такие случаи, когда удавалось идентифицировать личность? Да. За историю нашего отряда нами поднято более тысячи человек, только на территории нашего района. Это очень большое число. И удалось установить данные более 50 воинов по медальонам, по именным вещам, по архивным данным. В большинстве случаев удалось и родственников найти. Очень интересно. У тех, но, к сожалению, установление данных это тяжело. Но не всегда так получается, да. Не у всех были медальоны, не у всех как бы. Павел, огромное спасибо, что вы к нам пришли сегодня в студию за развернутые ответы. Мы вас еще раз поздравляем с победой. Уважаемые телезрители, не стесняйтесь звонить нам в эфир, задавать свои вопросы. Вы можете спросить совет, да, или может быть у вас есть какие-то вопросы о проектах. Настя, вопрос к тебе. Ты победила с проектом «Сдай вторую семью, помоги больному ребенку». И я знаю, что ты сегодня пришла не с пустыми руками. Покажи, пожалуйста, вот наглядно, в чем вообще суть твоего проекта. Ну, суть проекта, продолжая, конечно, тему предыдущую, да, хочется сказать, что действительно люди воевали, отстояли нашу землю. И наша задача теперь сделать так, чтобы дальше нашим потомкам можно было жить в хорошей, экологической, благоприятной среде, да, чтобы мусор, как таковой, какой он и есть, не из глаз дало, из сердца вон, а все-таки направлять на благо нашей страны. Ну и, собственно, в чем заключается наш проект? Мы принимаем от населения вторсырье, то есть что это, например, бутылка пластиковая, да, это PET-маркировка. Из нее делают синтепон, там различные трубы, то есть она идет во вторичную переработку. Вот такая у нее маркировочка. То есть такую чистую бутылку можно принести к нам на акции, они проводятся раз в месяц. Вот крышечку лучше под другой проект «Доброй крышечки», да, это другой вид пластика. Вот, что еще? И все фракции приносить лучше отдельно. Что мы с ними в дальнейшем делаем, да? Мы собираем на пяти-шести точках в городе, люди нам приносят отдельно пластик, отдельно макулатуру, мы принимаем разные виды книги, журналы, газеты, картон. Вот, отдельно алюминиевые банки. Настя, вот ты сказала, что акции проводятся в раз в месяц, скажи, пожалуйста, куда можно приходить, какой адрес? Адреса. Пятый микрорайон возле второй школы, задний двор, это 10.30. 11.00 это Стелла в третьем микрорайоне, 11.30 это парковка возле музыкальной школы, 12.00 это стадион-строитель и 12.30 это возле банка возрождения точки. А вот это какой день месяца, как первый, последний, когда вот нужно приходить? Ну, планируем, как правило, за три месяца, то есть ближайшая акция будет 30 ноября, вот по точкам, которые я перечислила, дальнейшие акции уже мы объявляем в наших группах, в соцсетях заранее, ну, тоже планируем, чтобы не попасть на государственные праздники, чтобы людям было удобно приносить. Настя, а вот я так понимаю, что вот помимо того, что вы за окружающую среду боретесь, да, но еще и помогаете детям. Вот расскажи, пожалуйста, про эту часть проекта. Ну, собственно, когда мы все это собираем, да, по отдельным фракциям обязательно переработчик берет, переработчик взвешивает это сырье, да, оценивает, вот, и, соответственно, объявляет сумму, которой мы можем распорядиться. Вот, к нам обращаются через знакомые и знакомых, да, вот мы помогали Родиону Митрохину, это мальчик, который в аварию попал, и длительная реабилитация у него теперь будет, потому что сложная черепно-мозговая травма. Мы помогали и Саше Семейкину, и Никите Сорокину, это дети из Высоковска. Еще в прошлом году мы с этого и начали. Также Саше Брюханову последний наш перевод был. То есть помогаем нашим клинским детям, именно нуждающимся в дорогостоящем лечении, что каждая копеечка на вес золота. Настя, ну вот ты стала сейчас победительницей, да, проекта. Скажи, а ты планируешь ли вот продолжать эту инициативу в дальнейшем? Да, конечно, обязательно. Вот, то есть хотелось бы расширяться, потому что наши сборы на данный момент небольшие, ну, порядка тонны за сбор, да, чуть больше, чуть меньше. Это тонна в месяц? Да, тонна в месяц, да, тонна за один сбор примерно получается. Вот к нам присоединяются потихонечку и коммерческие организации. То есть, ну, кто по 15 килограмм, да, в неделю, кто вот как, кто вот разово черновики раз в месяц сдаёт 30 килограмм. Вот хотелось бы, чтобы предприятий присоединялось больше, потому что многие там выбрасывают свои черновики, многие выбрасывают там тоже тару, да, бутылки, пластик, вот, чтобы присоединялись предприятия. Вот, ну, и задача самая основная – это отладить логистику в клину по сбору вторсырья, чтобы люди понимали, что это не мусор, а возможность помочь ребёнку. Тем более, что люди у нас очень отзывчивые. И даже те, кто по своему финансовому положению не могли, не могут помочь деньгами, да, но могут принести на нашу акцию свой вклад, своё сырьё. Можно, кстати, организовать, например, в подъезде, да, сбор в коробочку газет. И соседи складывают, за соседями раз в недельку там всё это собирать и приносить к нам на акции. Это тоже будет замечательно. Павел Анастасия, я ещё раз вас поздравляю с победой. Большое спасибо, что вы пришли к нам сегодня в студию. У нас впереди ещё много интересного. И сейчас я прошу поставить эфир репортаж, который называется «Я бегу ради детей». Они бегут ради детей, хотя половина из них сама ещё не вышла из подросткового возраста. Юные клинчане – активные участники благотворительных акций. Родители и педагоги учат ребят милосердию с детства. Так как жизнь нашего учреждения тесно связана с детьми, то мы, конечно же, не могли пропустить такую благотворительную акцию. В ней мы принимаем уже второй год. Наша команда растёт. Праздник спорта и добра, чтобы принять в нём участие, не обязательно быть спортсменом. Благотворительный фонд «Поможем вместе» – мастер добрых акций. Организаторы стремятся предоставить возможность каждому внести свой посильный вклад в решение социальных задач. Дистанции поделили согласно возраста и круг участников расширился. Бегут все – семьями и даже предприятиями. От этого мы получаем массу удовольствия, а ребёнку мы поможем тоже. Потому что сейчас наше трудное время. Помощь очень важна каждому ребёнку, особенно у которого существуют такие проблемы. Вишенка на торте акции – 400-метровый забег в смешных костюмах. Так называемый фан-ран порадовал и детей, и взрослых. Спасибо девчонкам, которые организовывают такие мероприятия. И мы рады помочь им в этом, чтобы жизнь этих ребят стала намного лучше, легче и более безболезненной, как бы это ни звучало горько. Каждым годом популярность благотворительных акций в городском округе растёт. Сплотиться вокруг беды и победить её сообща гораздо легче, считают создатели фонда «Поможем вместе». Надеемся, что и в следующем году это мероприятие примет уже более серьёзный масштаб. И мы надеемся, что нас будет больше, и мы будем бежать ради детей на большей дистанции, больше побеждать. Ну что ж, к нам присоединились ещё победительницы премии «Наша Подмосковья». Это две Натальи Дедова и Ветрова. Здравствуйте, девушки. Добрый вечер. Вы учредили благотворительный фонд «Поможем вместе». Расскажите, в чём суть вашего проекта, кому вы помогаете? Нашему фонду уже два года будет, 30 ноября. Мы помогаем детям. Детям с тяжёлыми диагнозами, с онкологией и другими. Эпилепсия, ДЦП и так далее. Клинским детям замечу. Расскажите, пожалуйста, кому на сегодняшний день помогаете? Вы можете даже к нашим телезрителям обратиться. Кому нужна помощь сегодня? На сегодняшний день мы помогаем Воробьёву Егору, мальчику полтора года, у него очень сложный диагноз. Мама воспитывает малыша одна. И ежемесячно он нуждается в специализированном питании. А питание очень дорогое. Примерно 10 банок на месяц ему хватает, стоит порядка 20 тысяч. Мы ему помогаем. И в скором времени ему предстоит операция. Но мы ещё не знаем, будет она платная, то ли они выбьют квоты. То есть этот мальчик на нашем попечении. То есть он полностью зависит от помощи, правильно? На данный момент, да. Скажите, пожалуйста, Наталья, а как вы находите детей, кому помогаете? Расскажите, к вам обращаются, через знакомых, в соцсетях расскажите. Да, мы давно уже достаточно существуем, а нас знают уже много людей. И к нам и через соцсети. И мы некоторых людей находим, детей с проблемами. Проверяем эту информацию через нашу поликлинику обязательно, потому что в соцсетях много всякой разной информации. И выходим на людей, мам, и они готовы общаться, и мы им помогаем по мере необходимости. Ну, скажите, пожалуйста, я так понимаю, много делают клинчане, да, вот, помогают. Активны ли вот они, да, вот, были такие случаи, когда вы не ожидали, да, что вот столько придётся собрать, а, ну, деньги приходят. Было такое, активны ли наши клинчане в помощь? Да, клинчане активны, да. Мне кажется, они все с добрыми намерениями. У них проявляют они свои милосердия, добродушие. Вот, например, акция была 1 сентября, букеты, букет надежды. И собрали порядка 200 тысяч. И мы их направили Эммануэлю на реабилитацию. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то мысли, вот, как будете развивать проект? Может быть, вам нужны люди в команду, волонтёры, да? Вот какие-то мысли? Да, конечно, волонтёры, они всегда нужны. А вы как вообще, вдвоём работаете или у вас какая-то команда есть? Вообще мы два учредителя с Наташей, но у нас есть помощники, да, на акциях. Присоединяются к нам люди, помогают в организации, потому что вдвоём нам не справиться. И соцсети нужно вести, и договариваться по поводу каких-то мероприятий, с тем же самым стадионом. Если, например, это концерт, надо обзванивать звёзд и так далее. То есть, да. Ну что ж, вас сейчас смотрит много людей. Я вам предлагаю вот на камеру обратиться. Вы можете озвучить какие-то контакты, как вас можно найти. И я думаю, что обязательно вас кто-то услышит и обязательно поможет, в том числе и Егору Воробьёву, мы сегодня о нём говорили. Да, уважаемые клинчане, мы помогаем детям. Мы также хотим, чтобы вы присоединились к нашему фонду. Мы знаем, что у вас добрые сердца. У каждого тоже есть дети. Но в каждую семью неожиданно приходит беда. И нам нельзя отворачиваться... Никогда не знаешь, да? Да, никогда не знаешь. И нам нельзя отворачиваться от таких детей, от таких семей, потому что это наши клинские дети. У нас есть пока силы, возможности. Давайте помогать, давайте творить добро. Вот даже сегодня к нам уже обратилась женщина. Её ребёнку необходимо приобрести коляску. Ребёнок ДЦП, очень тяжёлый, 14 лет мальчишке. Коляска стоит в порядке 100 тысяч рублей. Если есть желающие, пожалуйста, помогайте, перечисляйте деньги на карту нашего фонда. Реквизиты вы можете узнать в соцсетях. У нас вся информация о детях в соцсетях. То есть мы чисты и открыты. Наташ, а вот назови, пожалуйста, где в соцсетях можно найти, как нужно набрать, посмотреть? В соцсетях Инстаграм, поможем вместе детям. Вконтакте нас можно найти. У нас есть сайт, мы его потихоньку развиваем. Но за ним же тоже надо следить. У нас же есть основная работа, это же наша, получается... А вот, кстати, легко ли совмещать? Это же серьёзная такая благотворительная деятельность. Достаточно сложно. А сколько уходит времени на благотворительную такую деятельность? Больше психологически тяжело, я бы сказала. Больше вот именно переживаешь каждую проблему как свою. Именно в моральном плане иногда бывает очень сложно. Поэтому время здесь сложно. Проживаем вместе жизнь тех людей, у которых проблема. Вы можете озвучить номер телефона. Как вам можно позвонить, чтобы узнать, как помочь? Так, мой телефон 929-54-34-480. 903-234-47-30. Огромное спасибо, что вы пришли к нам сегодня в студию. Это очень здорово, что вы протягиваете руку помощи, помогаете тем, кто оказался в беде. Я поздравляю вас с победой в этой премии. Конечно же, средства пойдут на лечение, да, правильно? Да, правильно. И мы хотим поблагодарить всех клинчан, которые поддержали наш проект, которые верят в нас. И давайте помогать вместе. Спасибо большое. Ну что ж, уважаемые телезрители, пожалуйста, звоните нам в студию, задавайте свои вопросы. Телефон прямого эфира 5-88-70 и 2-43-88. Впереди у нас еще несколько гостей. Вот, кстати, одна из гостей, она к нам спешит, она должна приехать. Мы ее ждем с минуты на минуту. Об этом чуть позже. А пока я прошу вашему вниманию репортаж следующий. Ограниченные возможности, но безграничный потенциал и большое желание быть в гуще событий. Похоже, фестиваль по боулингу для особых игроков уже вошел в традицию. Он проводится по инициативе областной организации ВАИ. И только в Клину стартовал уже второй раз. Как и два года назад, площадкой послужил боулинг-зал торгового центра «Олимп». Это эмоции, это положительные эмоции, это от всего, от встреч, от игры, от победы. Даже если не победил, все равно он в душе себя считает победителем. Помимо участников, а их в этот раз набралось более полсотни из восьми подмосковных городов, на фестивале присутствовали гости. Открывали игру представители принимающей стороны. У всех нас с праздником. Я считаю, что сегодня праздник. Сегодня праздник. Сегодня замечательный праздник, праздник общения, праздник, можно сказать, такой силы духа. Мы вперед, и пусть сегодня все получат замечательную порцию хорошего настроения. А потом турнир начался. С отчаянным азартом и желанием победить. А ведь некоторые игроки только на фестивале узнали на практике, как выбивается страйк. Мало того, что первый раз принимаем, мы вообще ни разу не играли в боулинг. Вообще в жизни играли. Только по интернету подсчитали? Да. По итогам первое место досталось клинчанам. Им предстоит участие уже в общеобластном турнире по боулингу для людей с ограниченными возможностями. А в память о фестивале все участники получили грамоты и сувениры. Ну что ж, за это время к нам присоединились еще гости. Я с удовольствием их представляю. Это Маргарита Борисовна Винокурова и Иван Якунин. Добрый вечер. Добрый вечер. Валентина, добрый вечер, уважаемые клинчане. Ну, Маргарита Борисовна, вы представили проект «Клин боулинг. Играют все». Он посвящен людям с ограниченностями по здоровью. Я знаю, что вы уже более 30 лет возглавляете Клинское отделение Всероссийского общества инвалидов. И когда я вот, я тоже знакомилась с вашим проектом, читала на сайте, что вы в первую очередь хотели вот как-то помочь психологически, правильно, вот этой игрой в боулинг? Да. А вот в чем эта помощь заключается? Расскажите, пожалуйста. Ну, я немножко расскажу историю моего проекта. Ну, этот проект направлен на развитие игры в боулинг среди людей с ограниченными возможностями, как перспективного паралимпийского вида спорта. Этот проект также направлен на реализацию программы «Доступная среда» и на работу с людьми с ограниченными возможностями. Как вы уже сказали, проект называется «Клин боулинг. Играют все». История создания проекта такова. В 2013 году у меня появилась такая идея провести первые городские соревнования по боулингу. И когда я проанализировала все нюансы, связанные с этой игрой, то пришла к выводу, что эта ниша свободна и она никем не занята. Я пригласила молодых людей с ограниченными возможностями. Это парни из Клинской организации Всероссийского общества инвалидов. Пригласила их в боулинг-клуб, который находится на базе ресторана «Провинция». Раньше этот ресторан назывался ресторан «Клин». Руководство ресторана, люди социально ответственные, сразу мою идею подхватили, поддержали меня и предоставили нам площади. Так прошли первые городские соревнования. Игра ребятам с ограниченными возможностями очень понравилась. Глаза горели. Мы создали команду. Для большей самооценки мы назвали команду «Орлы». И до сих пор мы название команды не меняем. А вот вы сами как, влюбились в эту игру? Да, мне очень нравится эта игра. Этот вид спорта, он красивый, эстетичный, несложный. И игра в боулинг – это не только игра для людей с ограниченными возможностями. Этот вид спорта доступен всем. Этот вид спорта можно назвать молодежным, можно назвать семейным, дворовым, можно назвать коллективным, индивидуальным. И как мы уже с вами говорили, этот спорт перспективный, как паралимпийский вид спорта. Маргарита Борисовна, скажите, пожалуйста, есть ли вот уже какие-то мысли, идеи, на что потратите премиальные средства? Ну, во-первых, все победители. Мы все оплатим налог в размере 13%. Конечно, частично я направлю деньги на развитие этого вида спорта. Тем более сейчас в Московской области и в нашем округе активно реализуется программа долголетия. И я тоже буду привлекать людей пенсионного возраста к этому виду спорта. Затем я хотела бы оказать благотворительную помощь одному молодому человеку с ограниченными возможностями. Я не буду называть его фамилию, вы неоднократно делали о нем материал. Он находится в такой жизненной трудной ситуации. И последнее. Сейчас моя кандидатура рассматривается в Паралимпийском комитете России для участия в Паралимпийских играх в качестве корреспондента. В играх, которые состоятся в следующем году в Токио. Ну и, конечно, какие-то затраты, естественно, если все сложится, естественно, какие-то затраты будут. И если мне придется там работать корреспондентом, то потом я буду делать материалы и буду рассказывать о наших замечательных российских Паралимпийцах. Ну я желаю, чтобы у вас все получилось, чтобы обязательно у вас был этот опыт. Маргарита Борисовна, мы вот когда с вами беседовали перед эфиром, вы сказали, что у вас уже большой опыт, вы уже в седьмой раз участвовали, и у вас было более 30 проектов. Вот у меня такой вопрос, вот может быть, вы дадите какой-то совет тем, кто еще не решился, да? Вот как они у вас рождаются, да? Вот как вообще эти идеи воплощаются в жизнь? И помощи, да, может, это творческое, экологическое? Ну действительно, я участвую в конкурсе «Наши Подмосковья» с 2013 года, ни разу не пропустила. А у вас каждый раз разные были проекты? Разные проекты в разных номинациях. У меня были и индивидуальные проекты, и коллективные, и где-то я работала в качестве просто эксперта и консультанта. Всего я подготовила на конкурс более 30 проектов в разных номинациях. Все проекты считаю социально значимы, все проекты мною любимы, но один проект, он стоит особняком. Я его делала 5 лет назад, он посвящен победе нашего народа в Великой Отечественной войне. Он называется «Женщины войны. Без женщин невозможно представить победу». В этом проекте я рассказывала о женщинах, участницах боевых действий, клинчанках и участницах трудового фронта. Вот эта тема, она мне не дает покоя, и возможно, что я к этой теме вернусь в следующем году. То есть, получается, эта премия закончилась, а вы уже готовитесь к следующему? Да, да. Ну, а какие советы? Ну, во-первых, не надо бояться, нужно браться за дело, нужно выполнить все критерии, изложенные вот в правилах участия в этом проекте. Нужно готовить документы, подтверждающие реализацию проекта, нужно готовить заранее ссылки, на которые можно будет потом опираться. Это фотографии, это какие-то материалы и по телевидению поиск, и в газете нашей местной. Ну и, конечно, привлекать инициативную группу. Я вот пользуюсь случаем и хочу поблагодарить членов моей инициативной группы. Это около 70 человек, которые поддержали меня и проголосовали за мой проект. Причем это люди и знакомые мне, и незнакомые, которые присоединялись к моему проекту по ходу голосования. Большое всем спасибо. С их помощью вот наш проект стал победителем. Спасибо вам за участие, желаю вам удачи, побольше энергии в реализации следующего проекта. Иван, вы к нам сегодня тоже пришли не с пустыми руками. Я так понимаю, что этот мяч – неотъемлемая часть игры. Расскажите про игру и вот расскажите сами, с каким проектом вы победили. Да, это мяч для киллы. Создан он этнографами, восстановлен по лекалам новгородских мячей. То есть именно так они выглядели несколько веков назад, но может быть этот более красивый. Весит он полтора килограмма, набит шерстью, то есть он особо не прыгает, и кожаный. Кила – это народная, веселая русская игра с мячом. Делится на два уровня – на земле и на воздухе. Когда мяч на земле, его нельзя брать в руки, его пинают, пытаются куда-то вытолкать, обвести. Но если мяч подкинуть ногой, и он окажется в воздухе, и кто-то его схватил в руки, можно уже давать пасы вперед-назад, куда угодно своим игрокам бежать с этим мячом. И задача – занести этот мяч за линию города. То есть вы на окраине города всегда играете или как? Ну, линия города – это название, что-то вроде ворот, только на всю ширину площадки. И раньше играли деревни, например, от одного края деревни до другого края деревни. На льду играли, на праздники, на какие-то зимние, на ту же Масленицу. Делили каким-то образом пруды, играли. Ну, может быть, самая масштабная Масленица была это или Кила, где-нибудь деревня на деревню в полях. В наше время это определенные масштабы поля, оно где-то в половину футбольного поля по размерам, если не углубляться в цифры. Вот. Игра интересная, так как она древнерусская, она где-то, наверное, на интуитивном уровне понятна человеку, поэтому она захватывает людей, у нас много приходит играть. Иван, скажите, а вот где вообще в Клину проходят турниры? И когда они проходят? Ну, мы играем по четвергам. Каждую неделю играете? Да. А где играете? На поле 13-й школы. Собираемся, вот сегодня в 9 часов мы там будем. А, то есть вы после эфира, да, прям сразу? Да, сразу побегу на Килу. У нас проходил кубок, первый этап Кубка Московской области по Киле на строители в апреле этого года. А наш турнир и тот турнир, который я защищала на премии нашей Подмосковья, Кила 700, проходит в Демьяново, на так называемой забавной полянке нашей. Мы там собираемся на Килу и на другие забавы. Это рядом с парковкой, с зданием Танеева. Проходит он в день весеннего равноденствия, каждую весну. Кила 700 он называется, потому что первый раз мы собрались в 2017 году, в 2017, в год 700-летия Клина. И решили вот так вот увековечить эту знаменательную дату для нашего города. Этот турнир как бы в честь круглой даты дня рождения. Иван, ну вот вы как автор проекта, да, а кто вот с вами играет? То есть это школьники, да, кто-то, может быть, приезжает из других округов. Кто эти люди, кто единомышленники? Единомышленники. Мы приглашаем всех парней и мужчин, но, наверное, Саша... То есть это чисто мужская игра? Да, она контактная, жесткая, там нету борьбы или ударов, но, в принципе, и врезаются, и удержание есть, и снести можно сбоку, если бежит с мячом, нечего бегать. Ну, травм не было, надеюсь. А вот дело в том, что именно из-за того, что игра контактная, человек собран. Ну, естественно, мы адаптированы, как этноспорт. Кила сейчас адаптирована под наши условия. Все прекрасно знают, что можно делать, что нельзя делать. Поэтому травмы в Килле, которые случались, они обычно... Ну, это, скажем так, штучный случай. За много турниров, которые проводила Кила, а в жизни Клина за пять лет была, наверное, только одна травма, и то потому, что было мокро на улице. Нам просто погода как-то обычно не мешает играть. Иван, скажите, пожалуйста, а вот участники... То есть это как бы взрослые люди, не школьники? Старше 16 лет, но именно из-за того, что это физиологически нужно разделять. Мы готовы показать мастер-класс школьникам, но, естественно, они должны быть... Ну, какая-то группа. Подготовлены, да? Да, подготовлены. Сейчас в Федерации Киллы как раз разрабатывается так называемая флаг Кила, бесконтактная, где можно обучать школьников проводить турниры, проводить мастер-классы в школах по нашей дисциплине. Иван, скажи, пожалуйста, а как вы считаете, вот почему нужно возрождать такие старорусские игры, забытые, да, вот на сегодняшний день? Почему, вот какие плюсы для современной молодежи? Как мы это видим, наверное, я расскажу как одну из задач. Киллы 700, во-первых, если сухо и по-нашему современному, это может стать очень туристически привлекательным. Кила 700 может стать брендом, даже, в принципе, это может стать брендом Клинского района. Если взять опыт других городов или других стран, очень много есть праздников в разных городах, куда съезжаются туристы с всего мира посмотреть. Почему бы не сделать Киллу в Клину таким же праздником? То есть вынашиваете идею какого-то масштабного фестиваля? Да, идея состоит в том, чтобы Кила 700 стала действительно районным праздником и не зависела, например, только от нас, от нашего клуба русских забав. Люди ждали ее сами, независимо от того, знают они, что есть мы, или они просто знают про Киллу. И уникальность нашего турнира, ну, как бы не уникальность, но пока такого турнира больше нет. А после того, как в Атаге команды, которые собираются играть в Киллу 700, сыграли между собой турнир по правилам Киллы, мы разыгрываем народную Киллу, то есть делимся на две больших команды, все, кто есть, неважно сколько человек, разделяем города еще дальше, чтобы было интересно, и играем примерно в тех же условиях и по тем же правилам, в которых играли наши предки, и о которых знают только этнографы, то, что они нашли и рассказали нам. Это именно элемент праздника. И туда мы можем пригласить уже зрителей, не только тех, кто уже знает о Киллу, зрителей, пригласить тех, кто присутствует, чтобы попробовали сыграть. Чем больше играет людей в Киллу, тем лучше. Уважаемые гости, у вас очень интересные проекты, мне было очень интересно вас слушать. Большое спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Еще раз вас поздравляю с победой. Ну что ж, а к нам едет, едет еще одна победительница, мы ее очень ждем, но пока давайте посмотрим материал о другой прекрасной победительнице. Смотрим. Большими делами прославиться можно. Любовь и Елену в Клину знают в узких кругах. Два года девушки занимаются реабилитацией особенных детишек с неврологическими заболеваниями и аутизмом. Их метод лечения – ипотерапия, верховая езда на лошади. Именно она помогает таким детишкам, как Ярослав, у мальчика ДЦП, осваивать этот мир. Ипотерапия действительно работает. Хочу сказать огромное спасибо девочкам-ипотерапевтам за их профессионализм, за их терпение, труд. Ребенок стал слышать, реагировать на просьбы, что он стал. У нас появилась речь небольшими предложениями. Все занятия девушки проводят бесплатно. На свои средства содержат скопунов, покупают амуницию. И губернаторская премия как нельзя кстати. Ведь в планах девушек и дальше развивать свой проект. Они ищут единомышленников, а самое главное – спонсоров. Для того, чтобы увеличить число поголовья, сделать комнату для диагностики детей, где они могли бы посидеть, подождать, больше поспособлений, подъемные экраны для них, которые колясочные. Это поможет детишкам проходить реабилитацию в любую погоду, чтобы потом выздороветь и сказать. Спасибо. Спасибо, да. Ну что ж, рядом со мной еще одна очаровательная победительница премии «Наша Подмосковья» – это Елена Богаченкова. Лен, привет. Добрый вечер. Лен, ну вообще по нашему плану, вот рядом с тобой должна быть еще одна гостья-победительница. Мы ее ждем. Возможно, она забежит буквально в последние минуты эфира. Ну что ж, Лен, вот скажи, пожалуйста, мы сейчас только что посмотрели сюжет, и там тебя назвали ипотерапевтом. То есть твой проект, он направлен на ипотерапию. Ипотерапию ты помогаешь также людям с ограничениями по здоровью и ипотерапии. Вот расскажи, пожалуйста, ты сама какие эмоции испытываешь от общения с лошадками? Мне кажется, я так понимаю, ты уже давно, да, вверху? Да, я занимаюсь лошадьми с детства, и, собственно, сейчас эмоции, конечно, не те, но без лошадей я, в принципе, не могу представить свою жизнь, потому что лошадь тебе дает такие теплые ощущения, тебе нравится с ней находиться. Ну, собственно, это нельзя передать словами. И, собственно, дети, конечно же, реагируют на них совсем по-другому, на лошадей. В основном ты с детками, да, занимаешься, или взрослые тоже? Взрослые к нам тоже ходят. Мы работаем с реабилитационным центром «Импульс» и также с детьми работаем. Скажи, пожалуйста, вот ипотерапия, я так понимаю, это невероятно полезно, да, есть результаты, о которых можно говорить. Вот у меня такой вопрос. Сейчас доктора, они вот прям вот прописывают, да, что вот, пожалуйста, занимайтесь ипотерапией, вам обязательно это поможет. Или пока это в таком рекомендательном формате? Сейчас это в рекомендательном формате. Возможно, из-за того, что, ну, ипотерапия вообще, собственно, давно существует, но, во-первых, это дорого, потому что содержание лошадей, это достаточно, во-первых, это трудоемкий процесс и дорогой. Поэтому, собственно, иметь при себе при больнице, допустим, лошадей, которые будут работать в реабилитации, очень тяжело. И поэтому за рубежом у нас это развито, и, ну, доктора там выписывают. У нас, к сожалению, пока нет. И, собственно, мы хотим заняться этим. Мы будем проводить конференции по этому поводу, лекции проводить, чтобы люди узнавали, что это, и, собственно, и доктора тоже. И постараемся как-то это внедрить в науку. Собственно, Федерация адаптивного спорта сейчас пытается это сделать медицинским методом реабилитации. Я надеюсь, у них получится. И, возможно, тогда добавятся часы в университетах, что позволит докторам больше знать про ипотерапию и выписывать её, ну, как хороший метод реабилитации. Лен, то есть ты планируешь прямо вот ещё научной деятельностью заниматься, да, такой? Да, собственно, у нас это идёт как главный критерий. Я взяла за основу науку, то есть не только помощь детям, но и изучение непосредственно ипотерапии и добавление туда новых методик реабилитации. То есть мы ипотерапию совмещаем и смотрим на результативность. Чем выше результативность, тем лучше. Это могут быть там, ну, в этой терапии, допустим, чисто театрически добавлено. Это могут быть, например, ЭБИА-терапия. Тоже можно массаж добавить. Это нужно, ну, то есть мы просто собираемся разрастаться до таких размеров реабилитационного центра, чтобы всё это внесло, как сказать, больше реабилитационный потенциал. Лен, а вот ты можешь предметно вот рассказать, вот, может быть, даже какие-то примеры привести, вот как именно она помогает, вот как-то опорно-двигательный аппарат или речь, вот что именно? Ну, по моим изучениям, я считаю, что ипотерапия является фундаментом для всех остальных реабилитаций. Она закладывает очень глубокие азы и, ну, функциональное состояние человека, то есть работает на уровне органов и остальных систем. И, то есть является там предпосылкой для дальнейшего обучения и введения в социальный бытовой режим детей. То есть, например, допустим, дети, которые не сидят и не обучаются, лошадь как бы, с лошадью просто не слезешь, и, собственно, ты вынужден как бы реагировать на инструктора, и, собственно, лошадка, она тёплая, ты постоянно во внимании, и всё это переносится в жизнь. То есть ребёнок... Средоточен. Да, ребёнок дальше, ну, будет сосредоточен, и это всё в жизни, переносится в жизнь, то есть навыки. Лен, ну вот ни для кого не секрет, что содержание лошадей это вообще как бы не дешёвое удовольствие. Я тебе сейчас предлагаю уникальную возможность обратиться к спонсорам, к людям, которые могут тебе помочь. Да, и назови тоже какие-то контакты, чтобы тебя нашли, позвонили. Да, дорогие зрители, мы, в принципе, собираемся организовать автономную некоммерческую организацию, и когда мы это сделаем, можно будет жертвовать денежку, и мы будем делать ипотерапию доступнее, то есть мы будем делать дешевле занятия по ипотерапии. И также, как практический момент, мы ищем помощника инструктора АФК для того, чтобы нас в дружный коллектив нашлился, и мы дальше работали. Собственно, всё, в принципе. Лен, ну а вот, может быть, помощник инструкции АФК сейчас тебя смотрит, озвучит свой номер телефона? Номер телефона, к сожалению, не помню, но вы можете вбить в браузере ипотерапия Клин. Собственно, там будет страница ВКонтакте, Инстаграм, там есть номер, там можно обратиться в Директ и сообщение. Мы всегда, ну, мы всегда будем рады общению и дальнейшему взаимодействию. Лена, у тебя тоже очень интересный проект, ты делаешь очень важное дело. Спасибо тебе, что ты пришла к нам сегодня в студию. Ну что же, а сейчас мне сообщили, что, к сожалению, наша гостья Анна Белоусова не смогла приехать. Но, тем не менее, мы всё равно её поздравляем. Она защитила проект и победила с ним. Он называется «Зо городок Кота-детки», и я прошу сейчас его посмотреть. Белоусова человек с большим сердцем, большой любитель животных. На премию «Наша Подмосковья» подала проект «Зо городок Кота-детки. Территория любви». Сегодня здесь живёт более 20 животных, а история его создания началась 5 лет назад. Я просто нашла котят бездомных в ужасном состоянии, в коробке, и сделала Инстаграм отдельно для них. То есть с Инстаграма началась вся история. Присоединились мои друзья, присоединились просто друзья друзей. И когда пришло осознание, что я могу помочь больше, чем вот только этим котятам, появилась идея фонда. Помогать дальше, помогать большему количеству животных. Со временем появился благотворительный фонд «Кота-детки». Сейчас он помогает приютам. А ещё стал площадкой для проведения массовых детских мероприятий. Там приезжают дети из школ и приезжают дети из детских домов, которые никогда не видели раньше животных, кошку никогда не гладили. Для них это очень большой опыт и вообще просто развитие даже. В прошлом году проект Анны Белоусовой получил премию губернатора в номинации «Волонтёрство и благотворительность». Денежный приз потратили на благоустройство вольеров для собак. А в зоогородок стали всё чаще приезжать люди. И те, кто просто хочет провести время с мохнатыми друзьями, и те, кто хочет помогать. Благодаря премии она осознала большее количество людей, и действительно появились постоянные волонтёры. И люди узнают, что есть такое место, что сюда можно приехать. И вот соседи наши, и даже дачники приезжают и помогают. В случае победы в этом году Анна планирует построить на территории зоогородка специальную зону отдыха для детей. В планах зал с экраном и пространством для игр. Ну что ж, Анна, мы вас поздравляем с победой. Конечно же, мы поздравляем ещё и других победителей. Огромное спасибо, уважаемые телезрители, что были сегодня с нами. Я уверена, что впереди ещё много инициатив и побед, о которых мы будем рассказывать. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Смотрите нашу программу «Новости дня» завтра в 19.00.